Всем привет, меня зовут Катя. И так получилось, что в моем окружении очень много музыкантов. Я решила вам про них рассказать. В этой передаче будет много музыки, творчества и вдохновения. Эта тема интересна мне, и я надеюсь, интересна и вам. Я уверена, что в Ярославле звук жив. Ну что, друзья мои, переходим на новый уровень. Наша группа на сегодня элитная рок-группа федерального уровня имени Васи Ложкина. Или просто коллектив Вася Ложкин. Встречайте! Ну что, привет! Давай пятюни выдаем, пятюни выдаем. А как же коронавирус? Коронавирусный кулачок, да. Очень рада вас всех ездить. Расскажите, пожалуйста, сколько лет, не знаю, месяцев назад вы вообще все такие интересные собрались? И как это у вас получилось? Лес рук. Мне интересно, как ваша группа вообще собралась? Как вы нашли всех этих музыкантов, с кем первым там заобщались? Как это все вообще склеилось, получилось? Ну тут ничего сложного. Дело в том, что музыкантов в Ярославле не так уж и много, поэтому все другушку знают. Вот, например, там Саша, там Владислав, они играют в десяти группах, особенно Владик. Поэтому, а где еще-то? Ну, собственно говоря, тут не было выбора никакого. За неимением лучших вариантов. Два года назад мы собрались вроде. Нет. Больше? Мы писали альбом, вот этот «Крики лысого дурака», начали мы его в пятнадцатом году делать. А, ну это-то, да. Ну, считай, да. Пять лет уже коллектива-то. Не, ну это не то, чтобы это была коллективная какая-то работа, но просто по факту получается так, чтобы Саша и Владислав как-то. Да, поэтому не было такого понятия группы, это скорее было просто... Я пришел к Саше записать альбом, вот. Саша мне в этом активно помогал, там везде играл. Владислав играл, еще кто-то там. Как ее Алла или Элла? Элла. Элла на флейте. Снапко. Саня, Санечка-Санек. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты же у нас этот, звукорежь. Ты в этом коллективе тоже все звукорежиссируешь и монтируешь? Ничего, в этом коллективе только в студии монтирую. А так на концерты у нас есть крутой звукорежиссер Антонова. Ух ты. Антонова, между прочим. А кто в коллективе руководитель? Знаю, вопрос глупый, но хочу знать. Вот от тебя. Кто главный? Алексей Владимирович Кудерин. Все, отлично. А он... Честь и хвала. А он жесткий руководитель или такой демократичный? Ну, смотря когда. Надо, если жестким он. Вот. Ну, руководитель же должен быть гибкий, подстраиваться под уставительство. Все, в общем, правильно. Где надо, можно и подзатыльника дать, а так и пряничек. А музыканты, вот я не понаслышке знаю, но такие как бы редиски, раздолбай, могут опоздать, могут присугубить. У вас коллектив такой или они все сказали в одиннадцать пяти? Коллектив маленький, у нас тут три человека, поэтому как бы в этом плане гораздо проще. Когда у меня были коллективы, там по двенадцать человек, там, конечно, с этим были проблемы. Но опять-таки, с редисками, роддолбаями я стараюсь вообще не иметь дела, потому что я человек уже не молодой, и все это пьянство, там, вся эта вот эта вот рок-н-ролльщина, она меня утомляет, и как бы она мне... я не хочу тратить свою жизнь на вот всякую ерунду. Так, я честно гуглила, но так и не поняла, как называется направление в музыке. У вас вот есть какое-то название, там, определение? Ну, Владислав, Влад, давай, давай, выкручивайся, ну-ка. Так это трэш, трэш. Трэш-рок? Нет, просто трэш, как явление, я не знаю, что это за направление музыки, просто трэш. А ты сейчас во сколько проснулся-то, вот сколько минут назад? Минут сорок, может быть. Влад, ты у нас этот, как его, человек-оркестр. Вот, давай, перечисляй музыкальные инструменты, на которых ты умеешь играть, прям, похвастайся. Прямо на которых умею или на которых играю? А, это две разные вещи? Абсолютно. Отлично, давай на всех, которые вот играешь. Давай, поехали. Которых играл на всех? На всех, давай. Баян, аккордеон, гитара, бас-гитара, клавиши ударные, что-нибудь там. Ну, в общем, все существующие инструменты, кроме духовых, наверное. Дудки там, орган, здесь пожужжим. 2020 год нас всех удивил пандемией, естественно, все группы заперлись там по студиям, и фестивалей нет. Тогда вопрос на 2021 год. Куда вы поедете? Мне интересует фестивальная тусовка, открытая сцена, куда можно прийти и на Васю Ложкина посмотреть. Боюсь, никуда, потому что до фестиваля меня никуда не пускают. А почему? Потому что трэш. Есть интересная история, как мы ездили на корпоратив компании «Ланит». Так. У Влада был еще один концерт параллельно в Твери, а мы как бы в Москве должны были выступать. А в Твери Влад застрял на три дня. Ну, как бы типа на три дня, и он вот на денек смог как бы вырваться. Поехал он, значит, к нам на корпоратив. У меня было два концерта в один день. И мне нужно было из Твери успеть доехать до Москвы. И немножко не получилось, потому что я поехал на электричке. Мало того, что я из Твери, на самом деле, добирался до электрички, я не знаю, сколько времени. Потому что весь день пошло как-то странно. То есть с шести часов я там сел на маршрутку, а мы причем были в гостинице в каком-то пригороде. То есть мне нужно было доехать до самой Твери. Я доехал до самой Твери. А там какие-то местные водоканал перекрыл все улицы. И маршрутка остановилась, сказала, я не поеду. А до вокзала еще, ну, километров 15. Вот так просто. Вот, я просто успел запрыгнуть в электричку. Вот я запрыгнул, двери у нее закрылись. И думаю, уже все, слава богу. Я весь сырой просто, весь промок, пока бежал дождь. А в электричке вот эти старые, где еще дверь вот так хлопает, не закрывается, и там сквозняк. Я думаю, меня сейчас просто всего просквозит насквозь. И нас останавливает, о, господи, забыл в какой точке. Ну, где-то посередине пути. И говорят, что какие-то сверхумные молодые люди срезали медный кабель с путей. И электрички как бы до Москвы в ближайшие 4 часа ну, точно никуда не пойдут. Вот, естественно, вся электричка ломанулась на автобусы. И причем со мной ехал рядом какой-то гражданин, мне казалось, из Индии. Вот. Он не сильно говорил по-русски совсем, но говорил по-английски. Вот. И он-то вообще обезумел. То есть по громкоговорителю говорят что-то, и вдруг все побежали. У него паника в глазах. Вот. Пришлось посадить его на автобус, объяснить, чем дело. Вот. Google Translate. И в итоге я за 5 тысяч рублей поехал на такси. А в Ярославле есть музыканты, которым был лайк классный? Ну, не, вообще все говно, по-моему. Почему-то мне никто не респектует за ярославские команды. Саша, Влад, давайте выразим респект ярославским музыкантам поименно хотя бы, или вот как-то. Давайте на три исполнителя, или три группы, которые вот можно прям залайкать. Толстых пальцев можно залайкать. Аж микрофон упал. Так. Толстые пальцы Fat Fingers. Классный был выпуск. Раз. Я думаю, пыль можно залайкать. Пыль. Пыль. Виталик молодец. Так. Два. И последний. Кто своё играет, да. Ну, конечно, кавераты, но... Мамонки. Мамонки, да. Мамонки, да. Да, но... Такая старешка. Это уж как бы, как не залайкать, их и так все знают. Ну, и из молодых, если, ну, мы зли сейчас что-то делают, прикольно. Кто ещё вас? Музыкальная литература. Музыкальная литература, запомните. Вы долгое время пожили в Солнечногорске, правильно, город Назарова? Как же вы оказались в Ярославле? Вообще, как это получилось? И почему не Москва, не Питер? Да, блин. Ну, смотрите, я выбирал самый ужасный и мерзкий город на свете и выбрал Ярославль. Ну, потому что все жители Ярославля задают такое. А почему Ярославль? Как можно жить в этом говне? Ну, вот как бы, да. Вот люблю говно. Слушай, а вот в песне, а точнее в клипе, а вкусная земля, Вы реально землю ели? Или там был... Конечно, мы ели землю. Реально? Мы ели землю, прямо вскапывали её во дворе. Вот эту вот, вот прямо вот ту общаги, прямо стояли. Да нет, конечно. Это была земля, но коммерческая тайна, нельзя рассказывать, из чего это сделано. Сладкая была земля, селёная или кислая? Скажем так, она была съедобная, и я бы ещё поел. Отлично. Как придумываются клипы, и кто их рисует? Вопрос-то простой. У художника есть художник, который помогает вот в этом вот всём? Я просто люблю... Ну, клипы сами сняты этим, как его... Господи, Саша Красулин. Красулин, да, всё верно. Лайк Красулину, знаем таких. Ну вот, вот он, мой товарищ, мы с ним вот... Ну, прям, вы рисуете раскадровки и заморачиваетесь, а потом всё сложим? Ну, конечно, мы обсуждаем, всё придумываем. Естественно, это как бы... Ну да, да, примерно так. Ну, он снимает, у него там целые вот это вот всё, камеры там всякие. Всё он там монтирует, всё делает. Вот, как-то так. Ну, у нас такие клипы, господи, там чё, это же не... Там нет никаких каких-то больших вложений в это. То есть это такое любительское творчество. Настанет ли ещё такое время, когда там не рэп-исполнители будут в топе, а годные музыканты? Не будет 2007-го или ещё там дальше лет? Я сейчас скажу. На самом деле, ну, если говорить о рок-музыке, которым мы занимаемся, конечно, какого-то взлёта рок-музыки... Ну, про себя-то я не говорю, я говорю про там, про молодёжь какой-то. Конечно, невозможно она, в принципе. Потому что музыка меняется, мода на музыку меняется. Есть классическая музыка, которая остаётся там всегда, но она стоит особняком. Вот. А всё остальное, оно каким-то такими, знаете, узкими междусобочками становится. Там, например, какой-нибудь джаз, какой-нибудь там блюз, я не знаю, рок-музыка, та же самая. Это всё такое для клуб-любителей авторской песни. Но я просто сужу по детям, вот я смотрю на них, что они слушают. Это вообще какая-то непостижимая вещь. Там как и... Ну, вот как-то так. Напоследок дадим совет начинающим, или не очень, там, музыкантов, так, от вашего стола к нашему столу. Какой-то такой благородный, ой, отцовский совет. Ну, чего, надо много играть. Так, много играть. Вот, и всё, собственно говоря. Делайте, если это надо, даже только вам. Поэтому... Ну, тут я... Да, я, знаете, хочу сказать, тут вот, что касаемо рок-музыки вообще, ну, и вообще музыки, это как всё-таки такой диагноз. То есть, если человек на эту волну попал, то он с неё уже не слезет. То есть, вообще, из рок-музыки на пенсию ходят где-то в 27 лет. Ну, как известно, они там... Ну, около 27, да. Да, да. Но даже если они не помирают, как бы, вот так вот, то, как правило, после... Ну, вот, во всяком случае, я вспоминаю свою молодость. Рок-музыка занималась кучей народу. Да. Потом где-то 24, 25, 26, 27 лет уже, вот если кто-то даже 25 лет переходит от рубеж, это вот совсем маньяки остаются, которые вот продолжают этим заниматься. Да, а остальные все женятся, находят работу и так далее, и всё, они вот перестают быть музыкантами. Вот. Поэтому, чтобы чего-то достичь, надо вот постоянно играть, 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 творить. И желательно не увлекаться каверами. Вот. Это очень плохо. А вообще, я хочу сказать, что в рок-музыке, именно в рок-музыке, тут как бы правило есть железное, что все, кто до тебя, всё говно. Всё просто ни о чём. Нет никаких авторитетов, поэтому ты самый крутой. Это, кстати, ну не мной придумано, это вот эти всякие, если, ну как бы, законодателями рок-музыки всегда были какие-то англичане, если даже посмотреть на их фотографии, то они всегда с такими надменными харями, потому что все, ну короче, сняха, всё остальное отстойко. Спасибо большое. Ну что, давайте споём что-нибудь хорошее. Споём и сыграем, конечно же. С детственным. Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Бывает так, что всё очень плохо, Жизнь тебя загоняет в угол, Куда ни глянь, Всюду полная жопа, Тотальный пиздец и безнадёга, И лезут мысли о суициде, Гори всё огнём, Лучше не будет виси, Братан, Возьми себя в руки, Оно обязательно на стопе. Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Оно идёт через тьму и холод, Идёт рекою по медным трубам, Сквозь дым и пепел летит по ветру, Железным танком ползёт по трупам, Оно неизбежно, неотвратимо, И от него никуда не деться, Неси, братан, Возьми себя в руки, Оно обязательно на стопе. Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Счастье не за горами, Оно идёт за нами, Счастье за нами спешит, Слышишь, ток его копыт? Перед вами элитная рок-группа федерального уровня имени Васи Лашкина. На гитаре играет Александр Хитров, на пианино Владислав Шлавьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Счастье не за горами, оно идет за нами. Счастье за нами спешит, слышишь, что к его копыт. Счастье не за горами, оно идет за нами. Счастье за нами спешит, слышишь, что к его копыт. Счастье не за корабль, оно идет за нами Счастье с набами спешит, наше что у Osman copy Счастье не за корабль, оно идет за нами Счастье с набами спешит, наше что у Osman copy Спасибо! Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравилось. Отдельное спасибо хочу сказать вот этим ребятам за информационную поддержку и крутость. Вот этим ребятам я очень люблю радио Морс и звук жив, это их передача. Вот этой замечательной девочке, которая стоит сейчас за камерой и снимает все это вич. И студии хит за гостеприимность. Всех люблю. Всем рок-н-рол.